В заключительный день женского финала шести в Казани определились медалисты, чемпион и те команды, которые представят Россию в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Для волейболисток казанского «Динамо Акбарс» турнир нельзя назвать успешным. Два поражения от прямых конкуренток из калининградского «Локомотива» и московского «Динамо», которые сыграли в финале, позволили хозяйкам площадки принять участие лишь в матче за бронзовые медали с «Уралочкой» НТМК. Помимо медалей на кону была и путевка в Лигу чемпионов. Мне кажется, что все равно даже ты сам от себя ждал другого результата, потому что игры в сезоне были очень хороши. Даже те провалы с Москвой, когда ты 2-0 вел, то есть как ты уверенно выиграл суперкубок. И эти игры внушали огромное количество оптимизма и такое, знаете, желание и возможность на другой исход. Тренерский штаб во главе с Решатом Гелезудиновым сделал выводы, оставив в запасе Старцеву, Фабрис, Брисио и Коноваловы. А стартовая шестерка предстала в необычном виде. Федоровцева-Попова, Котикова-Кадочкина, Королева-Марюхнич и Анна Подкопаева на позиции Либера. Молодых поставили сегодня более 100. Кому не доставало, наверное, игровой практики. Посмотрели их в бою, можно так сказать, в реальных условиях, когда нужен результат. К чести вышедших на площадку, вкупе с большим желанием, Динамо преодолела непростой стартовый отрезок игры и взялось за дело. Причем бремя лидерства взвалили на себя юные Арина Федоровцева и Татьяна Кадочкина, настрелявшие в итоге 27 и 26 очков соответственно. 25-20 в первой партии. Это тоже огромная ответственность и умение перебарывать себя. То есть они станут лидерами и игроками своих команд, наших команд, сборной только через такие игры. Тем быстрее они станут топ-игроками и будет легче всем, потому что иногда бывает нужно держать концентрацию внимания за себя и за того парня. И когда конец сезона, это тяжелее и тяжелее. Во втором сете Динамо продолжила активно действовать, несмотря на упорное сопротивление Уралочки. При счете 21-21 на первый план вышла игра в защите, блок и хорошая подача хозяек, которая позволила Динамо выиграть 4 мяча подряд. А вместе с ним и второй сет 25-21. Мы на это вообще не смотрели. Стал бы первый состав играть или второй состав, неважно было, потому что я не думаю, что тут это влияло что-то. Игра за третье место чемпионата России, поэтому здесь нет минуты расслабления. Но показательной для нынешнего Динамо стала третья партия, которая началась с яркого рывка 8-1. Тем не менее, в который раз в сезоне наши девушки не смогли довести матч до логического завершения. За это Уралочка должна поблагодарить в первую очередь своего капитана Ксению Смирнову, ставшей самой результативным игроком матча. Этот солидный гандикап гости не только смогли отыграть, но и выиграть сет 23-25. Голодными, но тоже с потерявшими внимания. То есть, да, прошло потрясающе две партии, но потом какой-то кусок невнимательности, ошибок, и он опять вылазит. То есть, это очень расстраивает. Ну, сколько можно? Показалось, что окрыленная Уралочка сможет добиться большего, когда команда из Екатеринбурга повела плюс 3 в четвертом сете. В этот момент Решат Гелезудинов выпустил на площадку Евгению Старцеву и Саманту Брисио, которые смогли стабилизировать игру и сравнять счет. 21-21. Тем не менее, у Уралочки был сетбол, но, пожалуй, лучший игрок матча Смирнова все же допустила ошибку, а Анна Котикова принесла победу казанскому Динамо. 27-25 в четвертом сете, 3-1 в матче, а вместе с ними и бронзовые медали, которые стали первыми в истории казанской команды. Вообще не наш, то есть, ты даже в сезоне показывал лучшую игру против Москвы, а вчера не получилось. И все равно осадки, раздумья, потому что сегодня тоже было огромное количество провалов. И радует, что, да, ты дожал, но работы очень много, хотя сезон закончился. Показывай, доказывай, если ты сильнее всех, ты должен в любых условиях выходить, доказывай, если ты хочешь быть чемпионом. Но чемпионов ничего не болит, и нет никаких проблем. Все остальные ищут отговорки и причины. Финальная же встреча получилась невероятно яркой. Московская Динамо вело в счете 2-0 и 23-21 в третьей партии. Но калининградский «Локомотив» в очередной раз на этом турнире продемонстрировал свой несгибаемый характер. Команда Андрея Воронкова сумела не только отыграться, но и довести дело до исторической для себя победы на тайбрейке. 3-2. «Локомотив» на третий год существования впервые стал сильнейшей командой России. Индивидуальной наградой по итогам финала шести была отмечена Арина Федоровцева как лучшая подающая турнира. А титул MVP заслуженно получила Ирина Воронкова. Впереди девушек ждет отдых, а для кого-то из них уже совсем скоро откроются двери сборной России, которая начнет подготовку к новому сезону и Олимпийским играм в Токе. Для любителей казанского волейбола сезон еще не закончен, так как уже 5 апреля в Москве стартует аналогичный финал шести среди мужских команд. А мы с вами непременно поболеем за казанский «Зенит». Субтитры создавал DimaTorzok